Всем доброе утречко! Наконец-таки я снимаю на свою любимую камеру. Взяла камеру. Я сегодня на завтрак решила сделать сырники, а потом передумала и решила сделать что-то типа ленивых хачапури. Увидела рецепт. А знаете, когда вижу рецепт, если я сразу не сделаю, то потом 100% не сделаю. Надо сразу пробовать. Здесь у меня творог, белок от яиц и несколько желтков. Просто те, которые сломались, пока я вот так пыталась сделать. Некоторые желтки тоже туда нырнули. Была у меня другая штука для отделения белков и желтков, но что-то я ее не могу найти. А это, видите, плохо отделяется. А потом, когда отделяется, то и желток иногда туда проныривает. Какие-то дырочки большие слишком. Так, желтки вот сюда откладываю. Тут тоже у меня один, смотрю, треснул. Сейчас добавлю еще муку. Все помешаю. Это будет основа. Я тут сделала две лодочки. Делаю вайрогриле, потому что просто жарко. Думаю, что... Да, тут уже пальчики маленькие. На, сырочек тебе. Ням. Держи. Все. Забрал. Я думаю, что вайрогриле будет даже лучше. Вот. Сделала лодочки. И теперь сюда нужно сырочек. Это это сырочек? Да. Да, Саш. Такой сырочек. Нет, не надо. Пальчики, пальчики. Еще сыра хочешь? Вот. У меня все. Саша достала. Видите, я стала доставать. Теперь он тут. Всегда ты гость у меня. Рядом со столом. Смотрим. Когда особенно я готовлю что-то. Вот. И теперь сюда желточки, которые у меня тут остались. Желточки у меня пока лежали. Они слиплись между собой. Поэтому получились вот два вместе. Ну, ничего страшного. Так тоже красиво должно быть. Все. Чтобы сэкономить место и сделать все это в два захода, а не в четыре, я еще сделала вот такие вот кругляшечки. Слушайте, я уже поставила. Только сейчас поняла, желток, наверное, надо было в конце в самом добавлять, потому что он же запечется. Просто, ну ладно, пусть будет запеченный. Обычный желток будет желтый. Там не жидкий совсем. Что-то я не подумала. Я никогда такое не делала, поэтому даже мысли не было о том, что что-то не так. Смотрите, что у нас там вкусненькое. Ой, какая красота. Ну, конечно, да, желтки все-таки запеклись. Но на вид очень-очень аппетитно все это выглядит. Шикарно. Он сейчас на день получится, кроме как... Вкуснятина. Тянется сыр так. Так, смотрите, у меня вторая партия готова. В этот раз без желточка вторую сделала. А первую мы уже съели. Очень вкусно оказалось. Никитуль, понравилось тебе? Да, Никите понравилось. А Миша попробовал маленький-маленький уголочек и сказал, я больше не буду. В общем, Миша не стал даже есть, даже пробовать не стал, я бы так сказала. Степа с удовольствием тоже целую штуку съела. И сказал, я еще хочу. Степу буду снимать. Степа одетый. Можно пену все. А старших не снимаю, потому что они наплойно раздеты. Я вообще соскучилась по своему утреннему кофе. Выходит, 11 дней я кофе не пила вообще, потому что там было неудобно кофе пить. Да и вообще, из-за того, что кухня находится чуть подальше, чем дом, ну то есть не внутри дома кухня, не хотелось лишний раз просто туда ходить, туда-сюда, там крипиток грейд, там наливать. В общем, лень была. Мне хотелось просто что-нибудь попить и пойти на пляж. А дома с радостью сделала себе кофе. Замечательно. Хачпури все съели. Мне вот последний остался. Очень вкусный, но вот у меня уже холодный, сыр не так тянется. Но правда вкусненький, можно так периодически делать. И что мне очень понравилось, то что его с удовольствием съел Никита. Никита съел две штуки. Я очень рада. Никита вообще у нас любит сырники. А тут те, это как сырники. Сверху сыр. Все то, что он любит. Но то, что Миша совсем не стал есть, это мне не понравилось. Выходит, если делать такие хачпуры, придется Мише что-то отдельное другое делать. Мне вопрос. Папа сказал, что если я много делов поделывал за эти двадцать, сам. Ну, Артем, как я, двенадцатый. Она не делов, а делок. Делок. Много делок поделаешь? Да. То тогда Артем может прийти. Ты понял, что я пошутила? Да, делок. Есть, много дел. Делок. Много делок, да. Можно? Никита уже вовсю просит, чтобы друзья в гости пришли. Говорит, мама, можно друзей в гости? Можно друзей в гости? Конечно, можно. Только сначала мне поможешь, ладно? Хорошо. Первая помощь, Никита, это надо полить. Полить много. Все, все надо поливать. Умничка мой. Сам кушает, да? Давайте я тут поправлю. Да. Вот у нас Саша сам кушает ложечкой. Да. Всего лишь нужно было время, чтобы он это захотел делить. Вот и кушает. Мама остается просто наблюдать и ждать. Да. Ждать, пока он не начнет этой ложкой не есть, а все размазывать. Мы как вернулись домой, я сразу заказала новую упаковку трусиков подгузников Моми. Я брала с собой на отпуск, ну такую же пачку, только я брала остаток пачки, и мне не хватило. Потом купила в Магните первую попавшуюся пачку подгузников, и в итоге у нас пошло раздражение какое-то. У нас Саша уже привык вот к этим подгузникам. Они очень классные, они очень мягкие, они нежные и абсолютно гипоаллергенные. На них нет никакого раздражения вообще. Они вверху вот так вот открываются. Есть ручка для того, чтобы переносить подгузники было удобно. Вот эти вот трусики-подгузники, они внутри нежнейшие. Смотрите, они вот тут вот с такой перфорацией идут. Вот они впитывают влагу моментально. Нет никакого парникового эффекта, и ребенок даже когда сидит в подгузниках, он абсолютно сухой. Иди ко мне, Санечка, малышечка. Иди, иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне, мой хорошенький. И вот даже на Сашину большую попочку, у нас крупненький сыночек, вот этот вот поясочек, он очень тут эластичный, он совершенно не жмет нигде. И он очень мягенький, хороший, да? Нам так нравятся эти подгузнички. Саш, нравятся тебе такие подгузнички? Вот эти вот подгузники Моми, они разработаны по японским технологиям. Взяли оттуда самое лучшее, используют только качественные материалы. Это действительно видно, потому что вот у нас на Моми никогда не было раздражения. В этих трусиках, конечно же, есть индикатор наполнения. И здесь очень мягкие вот такие вот бортики. Резиночка тоже между ног очень мягенькая, нигде ничего не жмет, не натирает. Я эти подгузники, Санечку, могу даже на целую ночь надеть, оставить, и все хорошо впитывается, ничего не протекает. И, кстати, бренд Моми сейчас номинируется на торговую марку номер один в России среди всех подгузников. Так что это действительно у них заслуженное качество, пользователи их активно поддерживают. Я вам советую тоже попробовать, если вы не пробовали подгузники Моми. Вы знаете, у меня даже в комментариях, вот когда я последний раз показывала вам эти подгузники, очень многие мамы написали, что тоже ими пользуются, как и мы. Рисунок у этих подгузников универсальный, он подойдет и мальчику, и девочке. Здесь оранжевые и такие синенькие цветочки. Я еще хотела сказать, что цена соответствует качеству, действительно, но нет, я совру тогда, потому что цена у этих подгузников намного ниже подгузников такого же качества. Поэтому обязательно берите и пробуйте. Цена действительно на них очень приятная. Я вам ссылочку на эти подгузники оставлю в описании к этому видео. На Озон можно купить и большие пачки, и маленькие. Я покупаю в основном вот такие вот большие пачки, примерно 70 штук в упаковке, ну, там, в зависимости от размера. Но есть такие же пачки по 3 штуки. Смотрите сами по своему ребенку, сколько вам нужно. Столько и заказывайте. Ссылочку оставляю в описании к этому видео. Это действительно хорошие подгузники, трусики. Есть просто подгузники, если вы трусиками еще не пользуетесь, там же по ссылочке найдете. Я, в общем, все стираю, стираю, никак все не перестираю. Каждый день ставлю, наверное, по 3 стирки, и все равно у меня целая куча вещей, целая куча одежды. А еще вот из-за этого раздражения Саньки, я его без подгузника держала 2 дня. Вообще без подгузников. И у меня в итоге стирки еще в 10 раз больше. Но стараюсь следить, пытаюсь там его как-то водить, он не понимает еще, что, ну, что такое писать, что такое какать. И если ему говорить по писать, естественно, он не понимает, что нужно сделать. И по примеру еще тоже не может понять, что от него вообще требуется. В итоге у нас тут, слава богу, на кровати большой такой матрасник. И ночью, естественно, была авария. И я ему стелила вот эту вот непромокаемую пеленку большую. Но он вертится, он с нее уехал. В кровати своей спать отказывается. В итоге уехал мимо. Он пописал. Сейчас и на матрасник этот весь поставила стирать. И с постелью перезаправила тоже поставила стирать. Короче, сама себе проблем добавила вот с этим всем. Я говорю, вот как хорошо, да, вот эти вот подгузники сейчас в общем доступе можно использовать. Вообще не понимаю людей, которые там начинают говорить, что у вас там ребенка полтора года, он еще в подгузниках. Да хоть до трех лет пусть ходит, если маме это удобно. И нет никакой опасности то, что дети ходят так долго в подгузниках. До школы никто в подгузниках точно ходить все равно не будет. И детям самим потом становится неудобно. Они показывают, что нужно снять. У меня Никита полностью от подгузников отказался. В два года два месяца. Я помню, в 2,4 или в 2,3 месяца. Он заболел. И надо было с папой ему в больницу лечь. Я тогда беременна была, поэтому я не ложилась в больницу. Я им туда с собой дала пару трусиков, подгузников, но в итоге они их даже не использовали. Я помню, что именно в этот момент точно я поняла, что уже можно подгузниками вообще не пользоваться и куда-нибудь их убирать и отдавать. С Мишей мы точно до трех лет использовали подгузники на ночь. Днем мы его водили, а на ночь надевали. Но потом в 3 года мы отказались, но он все время не успел на клеенке на всякий случай. Но Мишу нужно было просто водить. Он понимал, что нужно пописать, но он сам не шел. Его нужно было водить постоянно. За Степой у нас вот как-то просто был. Он сразу понял, когда он хочет в туалет, когда не хочет в туалет. И у нас стояли два стульчика на первом и на втором этаже. И он просто подбегал к нему, остановился на этот стульчик. И все. Мы это даже не контролировали. То есть он сам ходил в туалет. Вообще замечательно. Вот как Саша будет, не знаю. Горшку мы детей не приучали никого. Притом они знали, что есть горшок, для чего он нужен. Но они на нем не сидели, не хотели сидеть. Поэтому они сразу вот стоя в унитаз списали. А накладку на унитаз мы покупали. И сейчас у меня есть накладка новая на унитаз. Для Санечки уже заготовленная. Горшки я не планирую в этот раз тоже покупать вообще. Сейчас вот у Саши начало раздражение заживать. Вот это вот. Поэтому я думаю, к подгузникам мы возвращаемся. Тем более вот эти хорошие подгузники. На них у нас нет раздражения. Но просто из-за того, что она уже есть, не хотелось его лишнее травмировать. Кстати, вот в этот раз мне опять помог вот этот сервис на поправку. Это уже не реклама. Я им действительно пользуюсь. Если есть какие-то вопросы к врачу, я их, естественно, туда задаю. И вот по поводу раздражения я тоже фото прикрепила. Мне написали, чем можно помазать, чтобы быстрее прошло. Потому что обычно у меня всегда просто присыпка помогала. Поменьше подгузник использовать, присыпка и все. И мне как-то все легко всегда у детей заживало. А это вот прям долго, наверное, дня три не приходило. И я поэтому написала. Ну, мне посоветовали мать с сынком помазать, и что все пройдет. Я мазала своим октогелем. И вот он отлично. Так, сейчас я хочу заправить кровать. Ну, у меня тут, как всегда, наш хвостик-котик лежит. Да? Хвостик, ты наш котик. Ой, он старенький. Я когда кровать заправляю, я его поднимаю обратно уже. Потом сверху кладу. Когда заправила кровать, да? Ой, какой хороший кот. Какой хороший кот. Вот хвост любит, когда его вот так вот гладят. А Бузик, он хулиган. Его начинаешь вот так вот гладить, он поворачивается и кусается. Хочется, чтобы Бузик тоже был вот такой вот ласковый. Вот тогда, когда его собаки погрызли, тогда у него была первая операция. И после этого он начал вот ко мне вот так вот ласниться, да? Такой хороший стал. А до этого как-то особо и не хотел, чтобы его тоже гладили. Хвостик. Хороший кот. Хороший кот. Ладно. Так, надо убираться. Собираться. Еще одну стирку ставить. Я сегодня решила сделать варенички. Тесто для вареников делаю в хлебопечке. Тут яйцо, мука, соль и растительное масло. Ставлю сейчас в хлебопечку, начнет мешать тесто. И добавлю один стакан кипятка. Но его добавляю не сразу, а постепенно. Так, я отварила картошечку. Сделала пюрешечку. Я, конечно, люблю с жареным молочком, но, к сожалению, я в меньшинстве. А еще лучше с картошкой с грибами и с жареным молочком. Вот это вообще замечательно. У меня, кстати, грибы уже пожарные, есть замороженные в морозилке. Можно было просто добавить и помешать. Но, может быть, я так сделаю с частью. А часть сделаю просто с картошкой, потому что дети грибы у меня не едят. И они их не любят даже. Вот когда пробовали, им не нравится. А мне очень нравятся варенички с картошечкой и грибочками. Так что, наверное, я и такие, и такие сейчас сделаю. Сделала немного картошки, но на начинку прям идеально. Так, тесто у меня тоже уже готово. Тесто сделала мне хлебопечка. Я просто поставила ингредиенты на 15 минут. Оно готово. Правда, первые 15 минут я сделала, открыла, а оно как будто жидкое. Я еще добавила муки, еще немножко замесила. Вот, со второй попытки у меня получилось хорошее тесто. Просто я, если честно, первый раз в жизни делаю тесто в хлебопечке. Я до этого никогда не делала. Ну, хлеб делала, естественно, а вот именно просто тесто замес я никогда не делала. Степка мне пришел помогать. Будет тоже тесто раскатывать. Да, я вам показала, какой толщины должно быть. Вот он раскатывает. А я пойду Сашу передевать. Ничего страшного, пусть будет. Для вареников у нас есть вот такие вот формочки. Притом я как-то давно покупала 3 штуки на каждого ребенка, чтобы мы вместе делали вареники. Ну, мы делали, кстати, вареники тогда поначалу, очень часто даже. Теперь вот так закрываем. Следи, чтобы картошка не вылезла тут, чтобы тесто залеплялось. И нажимаешь вот так. Видишь? Нажал, прижал. Часто у меня не получилось. Хорошенечко. Отлично. Оно тут должно, видишь, вылезти. А теперь вот так вот аккуратно открываем. Опа. И получился вот такой вот вареничек. Видишь? У Степы тоже получился вареничек. Классно, да, Степ? Ты ругаешься, Саша. Знаешь, что еще хорошо? Вот эту штучку присыпать сверху мукой, чтобы они легко вот отсюда отлеплялись. Ты видишь? Чуть-чуть у нас прилипло. Чтобы отсюда легко отлепить, ее надо вот мукой просыпать вот так. Вообще замечательно будет. Все. И опять вот так вот вырезаем. И теперь картошечку. Вот так, мам? На, Саша, картошечку. Густойка? Зачем? Ну, бану, чтобы поместил. Угу. Да, вот так. Картошку вырежет. Вот так вот кладем картошечку. Тем лучше, тем лучше, но так, чтобы не порвался. Вот. Подожди, ты уже зажал? Угу. А я их смажу. А то, может, не прилипло. Видишь? Не прилипло. Так, вот такие вот варенички у Степки получается. Тут я отдельно начала делать это с грибами и картошечкой. И мы их сразу сейчас будем варить. Детям я вареники отварила. Сейчас буду себе отдельно варить, чтобы не спутать. Ну как, Степ, как вареники? Вкусные сделал? Бяка. Бяка? Бяка майонез? А вареники? Теп. Вкусные? Ой, вкусные. Вкусные вареники. Вкусные? Сам делал? Да. Умничка. Ой, как вкусно. Я обожаю вареники с картошкой. Это просто одно из моих любимых блюд в детстве было и сейчас. Поэтому я Степку понимаю. Всем доброе утречко. Старшие дети тут играют в уголки. Ну, играют шахматами. Да. Я, кстати, в уголки в детстве обожал играть. Это одна из моих любимых игр была. Всегда мама просила в уголки. И очень любила еще в нарды играть. Ну, вот я, кстати, детям нарды купила, они вообще в них не играют. Хотя, мне кажется, так интересно. Ты играл, Кмиш, как-то года полтора назад я тебя учила. У нас лежат вверху такая же доска, и там внутри такие кругляшки. Кстати, ими можно и в уголки играть. Там такие кругляшечки, они вот так вот ходят, вот так вот нарды. Ходят вот так по кругляшечкам. Я помню, это ты Никитина на день рождения вообще-то. Нет, я просто так, она перед Новым годом как-то заказывала. Вообще-то нарды вот так ходят, 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 ходят. Да, да. Единственный одетый ребенок. Молодец, смогу тебя снимать. Сережка сегодня сделал какие-то вафельки вкуснющие. У него готовая смесь. Прикольно развел. Ну, как развел, там еще нужно молочка добавить, яйца добавить. Вот, и получаются вафельки. А я себе вот такие вот бутербродики на завтрак делаю себе. Никите, мы очень любим. Масло сливочное, соль и помидоры. Очень вкусно. Так, я вышла сейчас на улицу. Во-первых, показать вам, какие кабачки выросли. И срезать их, потому что, ну, чтобы не перезрели, можно уже сделать из них что-нибудь будет. Кабачков, оладушки, например, я люблю. Вот, смотрите, какой смешной. Оп, кабачок. Мне кажется, уже можно срезать. А то он становится такой, знаете, жирный, с косточками. Я таки не люблю, я лучше маленькие буду есть. Вот, замечательно. Давай, я срежу. Необычно, да, на улице кабачки? Прикольно. О, какой. Так, теперь вот тут. Надо посмотреть, может, тоже что выросло за день. Я вчера поливала. Вот, видишь, еще не просохло даже. А они как огурцы немножко быстрые. Они, да, быстрые растут. О, Настя, надо его очень. Вот, да, и вот этот вот надо срезать. Думаешь, маленький еще, соль. Нет, срезай, нормально. Да вообще нет ничего еще, Настя. Пусть будет, как раз самый сочный, селенький. Чуть подальше надо срезать. Вот, зато другим сила будет. Что им в эту? Вот, Сереж, еще один можно срезать. Где-то маленький, да? Да. А тут? Нет, наоборот, другую сторону. Вот тут? Ладно. О. Вот, кабачочки. Как огурец. Идеальный. Три кабачка как раз хватит один раз поесть на одно блюдо. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...